Всем привет, я Алексей Кафанов. Ну что, известного антирусскими высказываниями Лазарева победила украинка Сусанна Джамала Динова с песенкой о кровавых зверствах русских. Напомню, как дело было. При немецкой оккупации крымско-татарский народ массово предал родину, стал сотрудничать с оккупантами, резать, убивать. И за это крайне гуманный Сталин этот народ отселил из ближнего тыла Красной Армии, чтобы помешать этому народу гадить нашей армии в ближнем тылу. Подчеркиваю, выселил, тогда как следовало проводить массовые расстрелы предателей. Или же выселить только мужское население, которое поголовно сотрудничало с немцами, разделенные тысячами километров мужчины и женщины. Что бы это было? Этот народ бы вымер. По чисто физиологическим причинам. Этот народ сохранился благодаря гуманности Сталина. Вот как дело было на самом деле. Но я сейчас не об этом. Итак, для России ситуация была безвыигрышная в любом случае. Либо антирусский Лазарев, либо антирусская Украинка. Я уже называл две имя. В любом случае Россия проигрывала. Но самое-то смешное, что проиграла и Украина. Ей показали, что представители титульной нации, то есть малороссцы, ряхой не вышли участвовать в международных конкурсах. А участвовать будет украинка по имени, вот еще раз назову, Сусанна Джамаладинова. Сугубо украинская фамилия, украинский человек, понятное дело. Украину ткнули носом. Только инородцы могут тебя представлять. Иными словами, итоги этого так называемого Евровидения одинаково бьют по обеим частям русского мира. И по нынешней Российской Федерации, и по нынешней Украине. Для чего, собственно говоря, этот конкурс и затевался. Он русофобский изначально. И жители Украины не понимают, что они тоже жертвы западной русофобии. Которая проявилась в победе джам этой вот самой певицы. Все, пока.